Верующих Владимирской области попросили соблюдать ограничения из-за COVID-19, а крещенскую воду пенсионерам сегодня доставляют добровольцы. О духовной и светской стороне праздника, который сегодня отмечают православные, поговорим здесь и сейчас. В студии митрополит Владимирский Иисусдальский Тихон. Владыка, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, нам можно позвонить. Код Горда 4922. Сдавайте вопросы. В чем заключается смысл праздника, который сегодня с ночи отмечают православные? Этот праздник действительно великий, основополагающий в христианстве, потому что все мы через крещение входим уже в членство русской православной церкви и становимся ее чадами. Поэтому он известен давно, с древних времен на нашей земле. И, конечно, в древности этот праздник был единый и с Рождеством Христовым, и с Новым Годом. Но это вот календарная немножко путаница. И поэтому мы наше летоисчисление ведем от Рождества Христова. В крещении то, что есть повествование о крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан, я думаю, многие знают, что он пришел, крестился от Иоанна Пророка, и на него сошел Дух Святой в виде голубя, и был глаз Бога Отца, который подтвердил, что это его возлюбленный сын. И потом Христос уходит в пустыню, готовится к общественному служению. Ну а мы в христианстве, принимая крещение, входим в церковь и можем приступать уже после этого таинства к другим таинствам, миропомазанию, исповеди, причащению, их всего семь этих таинств. И начинаем, так сказать, исполнять то, что предписано нам, Законом Божиим, те установления, которые есть в Святом Евангелии. Конечно, этот праздник, он уже имеет свои традиции, обычаи, обряды. И вот в постсоветское время появился обряд такой, или обычай, лучше сказать, купаться в купеле зимней, в ледяной, в холодной воде. Ну это, так сказать, не церковная традиция, мы не запрещаем и не приглашаем людей приходить на купели и купаться. Ну многие хотят, так сказать, вот какого-то экстрима, и в эту ночь крещенскую приходят на водные источники. А так мы в Сочельник освещаем воду первый раз накануне, 18 января. Обычно это всегда бывает, мы знаем, крещенские морозы, довольно холодно бывает. Этот год нам показал, что они еще есть. И уже в сам день крещения 19 ночью освещаем воду и уже утром. И в этом году, конечно, вы правильно сказали, что есть ограничения, мы по предписанию Роспотребнадзора получили. Стараемся по возможности все исполнять. И где есть возможность, сразу эту освещенную воду разливают по бутылочкам и желающим, так сказать, дают уже, можно сказать, упакованную воду. Или, как вы сказали, добровольцы развозят тех, кто прислал какие-то заявки свои на воду, развозят уже по домам для тех, кто не может прийти в храм. Такая добровольческая акция, по-моему, первый год проводится. Вот что вирус животворящий делает. Да, такого не было, конечно, но вы знаете, прошлый год добровольческое движение, мы поняли всю силу и доброе влияние волонтерского движения на наше общество. Потому что стали доставлять и продукты питания своим соседям и тем бабушкам, которые звонили в эти социальные службы. У нас тоже есть и церковное молодежное движение, они стараются. Раньше они занимались только в основном на храмах разрушенных, наводили порядок, те, которые можно делать волонтерскими силами. А вот уже в этом году, видите, пробуем свои силы на доставке священной воды. Сегодня, как вы уже отметили, тысячи жителей нашей области не спали. Ну, как показала нам официальная статистика, ровно половина купелям пришла просто поглазеть. Ну, может быть, не решились. Все-таки сложные испытания и в сравнении с теплотой реки Иордан, нашей реки, конечно, похолоднее будут. Кто-то с верой пришел в прорубь, кто-то к источнику. Вот все-таки, есть ли в этом какая-то связь? Что такое было в этой традиции, которой там около 30 лет, новой традиции, да? Все-таки, как это даже правильно называть? Мне кажется, коллеги-журналисты путаются. Обряд, обычай, испытания. Это вообще вот такое испытание? Оно предписано христианину или это блажь? Нет, церковных предписаний никаких не существует. Но всегда, вот до Хрущевского гонения были крестные ходы на источники, потому что 18-го числа мы освящаем воду для церковных людей, а 19-го уже был крестный ход на водные источники, прорубали вот эти ордани, проруби в реке и освящали воду. И люди набирали все водное естество, все источники водные, они освящались и по вере, люди обеззараживались, все, и люди набирали эта вода, так же, как и церковная, хранилась весь год. Но здесь уже без ограничений любой человек мог набрать этой воды. Ну и были некоторые люди, которые после освящения воды купались в этой проруби. Но после того, как, так сказать, не стала вот эта идеология атеистическая, люди, почувствовав свободу, вот свои стали отношения к православию выражать вот таким образом. И поэтому, конечно, власти пытались как-то повлиять на это, видя в этом, ну, такое, так сказать, массовое увлечение православием. Ну, конечно, здесь это не церковное, а именно народное такое появилось, обычай. И я думаю, конечно, здесь все-таки внимание на здоровье надо обратить. Неподготовленным людям все-таки, я считаю, что это опасно, и могут быть спазмы сосудов. И поэтому, кто чувствует, что у него здоровье хорошее, ну, можно себя испытать. А все-таки, я помню, вот нас маленьких, мама утром поднимала рано так, протирала прохладной водой, но такого вот, чтобы купаний таких не было. И я, например, никогда не участвовал в таких вот купаниях. Уж простите, этот вопрос будет таким немножко скептическим. Все-таки ведь священники приходят к купелям, они их освящают. Да, многие и администрации, и вот садовые товарищества, они просят священников осветить эту купель. Но она освящается, конечно, не по тому чину, как мы освящаем воду крещенскую. Но для крещения людей или вот в День Богоявления, ну, священник фактически благословляет только эту воду, чтобы, так сказать, молиться, чтобы все было благополучно и без всяких происшествий. То есть, с точки зрения православия, все-таки, правильнее было бы встретить эту ночь с 18 на 19 в храме? Ну, естественно. Ну, сейчас, конечно, в храмах все-таки мы заметили уменьшение количества верующих. Люди все-таки правильно воспринимают заботу правительства о здоровье и жизни своей, и чтобы не передавать, если кто заражен особенно этой инфекцией. Поэтому то, что мы сейчас стараемся соблюдать, все предписания врачей, Роспотребнадзора, я думаю, это правильно делают. А вот в связи с этим вопрос, ни один храм не закрылся? Все храмы весь этот почти уже год работают? Ну, закрываются, если карантин. Если, допустим, кто-то из священнослужителей заболел, мы закрываем там на несколько недель и вызываем специально противоэпидемиологическую службу, они делают дезинфекцию, и потом после этого храм открываем. Я не могу тоже об этом не спросить, но вот слышал я об этом, ну, скажем, от священников христианских, но других конфессий, европейских, что все-таки священник не может отказать верующему, даже умирающему. Там в какой-то последней воле приходили домой, и, в общем, часто их жизнь, то есть священников на этом и заканчивалась, потому что действительно сложно. И они люди в возрасте, сложно уберечься. Наших, нашу братью коронавирус уберег или все-таки это... Один у нас священник скончался, он посетил на дому умирающего и вскоре умер сам. Ну, а это один случай у нас в епархии. Но все-таки священники не отказывают в такой воле? Ну, я думаю, что сейчас много возможностей современная техника дает. Можно исповедь принять по телефону, и это самое главное. Ну, а причастить, конечно, мы знаем, что там защитные спецсредства нужны, чтобы прийти к больному. И, ну, то, что иногда отказывают в больнице, или что, нас не смущает, потому что все же это по вере. Если человек верующий, то мы надеемся на милость Божию, что все у него будет хорошо с вечности. Молитва о, если что, вредоносном поветрии, она появилась прошлой весной, ее продолжают читать? Продолжаем читать, да, в храме. И к тене есть специальная, включена, за каждую литургию мы говорим о вредоносном поветрии, об избавлении. И читается специальная молитва. А в регионе сейчас достаточно святынь, которые требуют реставрации. И понятно, что много чего в нашей жизни за год поменялось. И понятно, что многие работы где-то могли остановиться, но вот сейчас они идут в Богородице Рождественском монастыре. Когда-то, об этом даже сами владимирцы мало знают, в одной из трех главных святынь вообще Руси. И об этом есть небольшой материал в губернии 33. Предлагаю посмотреть. В этом году во Владимире продолжат ремонт Богородицы Рождественского монастыря. Первую часть работ завершили осенью. Уже привели в порядок фасад и стены храма Рождества Христова и братского корпуса. Несмотря на то, что монастырь является памятником культурного наследия федерального значения, последний косметический ремонт проводили здесь около 10 лет назад. На многих участках монастырских стен отвалилась штукатурка. В некоторых местах они начали трескаться. В этом году намечается реставрация как внутренняя, так и внешняя стен монастыря, а также угловых башен, которые в последние годы пришли в очень ветхое состояние. Местами была утрачена кладка. Средства на ремонт монастыря удалось найти с помощью благотворителей. Полностью работы планируют завершить в конце этого года, к празднику 800-летия со дня рождения Александра Невского. В настоящее время в Богородице Рождественском монастыре постоянно проживают 15 монахов, иноков и послушников. В прошлом году в обители открыли паломническую службу и теперь планируют активно развивать это направление. В этом году, если все получится, то с Божьей помощью мы будем уже обустраивать гостиницу для паломников. Тогда можно будет полноценно принимать паломников с размещением их, значит, лет, с питанием. Ну, ремонт, а точнее реставрация, по-моему, всегда хорошо. Еще, кстати говоря, архитектура-то какая-то, какая, петербургская. Ну, а раз вспомнил про Петербург и про Богородице Рождественский монастырь говорим, не могу не вспомнить большой юбилей 800-летия Александра Невского. Ну, так уж получилось, так решили не мы, так решил еще Петр I, что лежит святой князь в Петербурге, а не здесь, где упокоился много лет, много столетий тому назад. Вспоминают ли сейчас в епархии о том, что вот такой большой юбилей, есть ли у нас надежда на какие-то мероприятия? Я не говорю торжества, понятно, что, когда мы говорим в том числе о вере, это могут быть довольно тихие мероприятия, или вот настолько не до чего, настолько не до юбилеев, что вот... Празднования обязательно будут, и мы тщательно готовимся. Есть рабочая группа при губернаторе, у них своя программа светская. Мы составили свою программу церковную, вот на днях будет совместность заседаний двух рабочих групп, где мы будем вот о всех тех, что мы можем совместно, что брось. Но программы обширны, и такую программу я послал и в Министерство культуры, и нашему полпреду, и в Патриарху. Везде эта программа наша принята, она включена в общероссийскую программу празднования 700-летия святого князя Александра Невского. И вы знаете, самое приятное, что несколько наших памятников местных, Владимирских, которые относятся к памяти святого князя Александра Невского, включены в общегосударственную программу восстановительных работ, пока что нам пообещали дать на проект, восстановительный проект, деньги в этот юбилейный год или на следующий, как там получится. Но во всяком случае, вот Богородица Рождественский монастырь вошел в программу, Александровский монастырь, который основан Александром Невским, и Княгинин монастырь, где вот похоронена жена Александра Невского. Мы считаем, что вот эти памятники первоочередные, их надо восстанавливать, правительство пошло навстречу, мы надеемся, что мы эти средства получим и займемся вот теми утратами, о которых говорил сейчас отец Кирилл. Ну, пока что действительно нам помогло императорское православное палестинское общество, заместитель Степашина, и у нас оно активно работает здесь, это отделение Владимирское, и мы поэтому благодарны очень помощникам Сергея Вадимовича. И частично ремонт и восстановительные работы проведены за счет монастыря и епархиального управления. Поэтому неравнодушных людей много, мы хотим все-таки создать благотворительный фонд по восстановлению памятников. Вот в Московской области у митрополита Виналия такой фонд создан, он очень успешно работает. Ну, в первую очередь жертвуют, конечно, сами приходы, которых уже восстановление закончено, и светские люди, организации различные, ну и понемножку, как всегда, всем миром, так сказать, благоукрашается Московская область. Я думаю, что и у нас многие откликнутся на этот призыв благотворительного фонда и тоже будут помогать в восстановлении наших общих национальных святынь. Ну, как миряне говорят, известные миряне, ремонт нельзя закончить, да? Можно только остановиться, реставрации, как нам показывают памятники с огромной историей тоже. Одну стену отреставрировали, переходим на другую, и так по кругу всю жизнь. В случае с Богородицей Рождественским монастырем все-таки большая половина, меньшая половина. Вот сколько уже удалось осилить, сколько еще впереди? В основном тревогу вызывает стена монастыря. Она накренилась, трещины имеет, большие утраты у основания. И здесь надо, конечно, серьезные реставрационные восстановительные работы проводить. Но пока еще не страшно. Я думаю, все это возможно. Конечно, мы знаем, что древние фундаменты, они уже отсырели, и кирпич разрушается, хотя он был сделан на века, но все-таки веков этих прошло очень много. Ну и тем более, что этот монастырь связан не только с Александровневским, но и с многими митрополитами, которые потом стали, так сказать, московскими митрополитами, не только владимирскими. Вот. Поэтому, конечно, надо сохранить эту святыню. И сам то, что вот мы сейчас обратили внимание на паломническую службу, я думаю, это тоже поможет и городу нашему быть более привлекательным. И поэтому думаем о гостиницах для паломни, не только в Богородице, в Рождественском монастыре и в других монастырях, где есть такая возможность. Думаем о трапезных, ну о тех минимальных удобствах, которые нужны людям, когда они находятся в путешествии. Отец Кирилл тоже об этом упомянул. Вот все-таки, если эти большие планы уже хотя бы где-то на бумаге есть, что это за планы по развитию паломнической службы? Что в итоге мы получим и во Владимире, может быть, в других епархиях нашего региона? Епархиальная паломническая служба, она существует давно, она есть. Есть 18 своих экскурсоводов, есть транспорт, небольшие, это 10-местные микроавтобусы, то есть основной есть. Вот задача у нас сейчас мы делаем путеводители, вот сейчас выпустили путеводитель по местам, связанных с Святым Александром Невским. На будущее мы думаем также сделать путеводители, допустим, по святыням нашим, где какие сохранились чтимые иконы или места, связанные с нашими великими князьями. То есть здесь есть о чем говорить, и очень много, и некоторые, к сожалению, даже местные жители не все знают, какое богатство здесь находится рядом с нами. Но вот эти пробелы мы постараемся восполнять, чтобы эти буклеты, брошюры были доступны, чтобы вся эта информация была на епархиальном сайте, чтобы все это, и особенно вот новосозданный наш медиа-центр, чтобы он такую активную работу по информации проводил. И тогда, я думаю, нам будет, мы, конечно, в контакте с туристическими фирмами, потому что такое понятие, как религиозный туризм, оно тоже существует во всех странах мира, хотя вроде приоритет отдается паломническим службам церкви, но я думаю, что мы будем работать вместе. — То есть здесь не будет конкуренции, здесь будет все работники. — Да, потому что гостиницы, транспорты и вся вот эта сфера обслуживания, она, конечно, должна очень близко контактировать, чтобы было обслуживание паломников, туристов на хорошем уровне. — Вы мне подсказываете вопросы. Совсем недавно в Богородице-Ржевском монастыре открылось что-то вроде бы даже совсем не церковное. Медиа-центр, пресс-центр, то есть такое место, где могут работать и журналисты, которые пишут о вере и о храмах, и журналисты, которые волей судеб этим занялись, и, соответственно, там работают и служащие, и служители самой епархии. Что она себя представляет, для чего это не совсем вроде бы свойственное в нашей епархии учреждение там появилось? — Ну, с 1986 года я занимался церковной журналистикой, поэтому хорошие контакты с западными церковными журналистами, христианскими были. И здесь, так сказать, у нас, вот в издательстве Московской патриархии я трудился с митрополитом Петеримом, был я учеником, потом сам возглавлял пять лет это издательство, и, конечно, мы проходили обучение на новых месс-медиа, масс-медиа. Вот, и то, что опыт какой был, мы вот вложили в этот медиа-центр Владимирской митрополии. И, конечно, мы в Новосибирске, у нас была очень развита работа с электронными средствами массовой информации, было много журналистов, и выпускалось, и там входило и издательство, и радио, и телевидение, и поэтому разносторонне велась работа. И этот опыт мы вложили сюда, и здесь вот сделали, привлекли журналистов, которые теперь ведут эту работу. Ну, мы, конечно, в начале пути начали вот такие создавать ролики, прежде всего показать работу епархии. Не все знают, чем же занимается епархия, кроме богослужений. Мы ведем очень большую социальную работу, и мы контактируем со всеми социальными службами, которых сейчас много частных очень, и они, бывает, иногда незаслуженно забываются. Работают на грантах, и всегда у них чего-то не хватает. Мы стараемся их поддерживать, организовывать, совместные какие-то планы намечать, и поэтому им тоже легче какую-то работу проводить, где мы не можем. Мы, у нас есть сестричество, которые работают в больницах, в медицинских учреждениях. У нас есть службы, которые работают с наркоманами, с алкоголиками, с зависимыми людьми, так называемыми. Вот, всю эту такую работу мы стараемся проводить, потому что это наши сограждане, мы тоже должны о них проявлять заботу, проявлять милость, потому что это воспитывает человека, это делает человека добрее, когда он заботится об окружающих людях, не обязательно о своих родственниках, а о всех, кто нуждается в нашей помощи, в нашем добром сердце. Поэтому здесь не только вот медиа-центр мы сейчас развиваем, я думаю, о нем еще услышат многие и увидят в интернете, но сейчас вот для паломников и гостиницу будем делать в Богородице-Рождественском монастыре, и хотим по типу Сретенского монастыря в Москве открыть трапезную для паломников. В Москве такую трапезную назвали «Литературное кафе», «Несвятые святые». А мы хотим назвать эту трапезную «Историческое кафе», чтобы вот здесь могли прийти, послушать, посмотреть, что же это такое. Вот сейчас возродили в Успенском соборе, я думаю, это будет и у туристов, и паломников тоже иметь спрос. Делаем концерты такие. Это не богослужебные, а вот именно песнопения церковные, которые можно прийти и просто послушать. Я вот видел такие концерты делают по произведениям митрополита Илариона Алфеева, который возглавляет международный наш отдел. И они всегда проходят с большим успехом в Новосибирске. Вот проходили. Я думаю, что подобное вот такое возрождено сейчас и у нас здесь, во Владимире, и поэтому, как говорится, смотрите за информацией, когда вот планируем где-то 10 апреля сделать концерт постовых песнопений. Это замечательное произведение, которое можно будет прийти вечером и послушать в Успенском соборе. Сегодня хорошим словом упомянули мы волонтеров, добровольцев, которые помогают сейчас верующим, помогают в самих храмах. Знаю, что многие волонтеры помогают. Сложно, конечно, восстанавливать, но скорее прибираться, наводить порядок в храмах, которые оставили верующие, не по собственной воле, в храмах руинированных. К сожалению, редко, но все-таки случаются такие истории, когда конфликтуют реставраторы и волонтеры, что реставраторы стараются снять какую-нибудь роспись, которая чуть-чуть там уцелела для волонтеров. Если они не обучены, если они не специалисты, это скорее просто сбитая штукатурка, они это могут, ну, конечно, не по дурной воле, выкинуть случайно. Вот наши волонтеры, помогают ли они в храмах, что они там делают и насколько они все-таки грамотно к этой работе подходят или, в принципе, она, может быть, и грамотно это быть не должна, унеси, приберись, а все остальное сделают уже те, кому положено. Я считаю, что у нас с этой стороны очень благополучно. Никаких скандалов у нас с госинспекцией по охране памятников нет, потому что сотрудники госинспекции сами участвуют в этих волонтерских отрядах и также вместе со всеми убирают мусор. И в то же время они следят, чтобы не было вот таких каких-то нарушений, неприятных последствий. И вы знаете, на базе поселка Муромцево, где есть вот такая усадьба... Храповицких? Храповицких, да. В прошлом году проводился слет волонтеров нашей области, и там специалисты, вот по нашей договоренности, Смельникова и Светлана Евгеньевна, там проводили обучающие просто семинары для волонтеров. И поэтому мы считаем, что это дело у нас поставлено хорошо, и весной оно продолжится. Весной. Ну, собственно, год-то начался, и сложно, очень сложно планы строить. Каким для епархии этот год будет? О юбилее Александра Невского уже упомянули. Что в списке дальше? Ну, к этому юбилею, поскольку нужно подготовиться, мы хотели бы, чтобы осветить храм князей Владимирских, который... На пятицикорке. Да, который, так сказать, на месте блинчиков так... Да, Владимирцы так это место называют. Да. Там этот храм будет посвящен князю Владимирову, Александру Невскому и прочим князьям Владимирским. У нас вот эти планы в первую очередь, потому что здесь будет центр тогда торжеств. Ну, готовим большую выставку по Александру Невскому. Это будет в Богородице-Рождественском монастыре. Потом мы объявим, где, в каком месте. Там идет полным ходом подготовка такой выставки. Будут различные конференции. Я думаю, что будут мероприятия у нас посвященные Александру Невскому и с поездками. Я думаю, что по главным храмам районным, может, наш архиерейский хор съездит, тоже проведет вот такие концерты, посвященные этого юбилея. Ну, Александр Невский – это любимый святой, это, так сказать, наш главный патриот России. И я думаю, что и светская общественность примет участие в этом юбилее. Ну, насколько возможно, насколько, так сказать, позволят нам ограничения, которые сейчас существуют. К сожалению, год ограничений, мы понимаем, что это еще один год. Да, каждый год, ну, у нас, естественно, что идет какое-то развитие. Мы вводим в строй новые храмы, или строим новые, или восстанавливаем какие-то старые. Есть храмы, которые с нуля, в новых микрорайонах мы строим. Есть, конечно, памятники, архитектуры, которые здесь обязательно надо совместно с государством восстанавливать. Ну, идет работа в семинарии, рукополагаем новых священников. Сейчас очень часто, вот, так сказать, потому что в прошлом году был хороший выпуск, 11 человек. Ну, они, так сказать, потихоньку подрастают, им еще надо создать семьи, или принять монашество. Мы их уже, те, кто имеет образование, духовное, рукополагаем. Это священники, которые современные люди. Они живут в это время, они знают обстановку, они знают запросы нашей молодежи. У нас хороший молодежный отдел, отец Андрей Горюнов возглавляет. Это мы постараемся все освящать через наш медиа-центр. Чем же все-таки занимается церковь в настоящее время? Как она вписывается в современное общество? Все это, я думаю, информация будет доступна для всех. Вот и как, с праздником вас, и спасибо, что пришли. Спасибо и вам. Не забывайте о разумных ограничениях, уважаемые зрители, дабы сохранить свое здоровье, свое, кстати, и окружающих. О здоровье наш завтрашний разговор в этой студии, так что всего вам самого доброго.